Привет, просветители! Сегодня бы хотел поговорить с вами о самой надежной валюте в СНГ. Ну, знаете, когда непонятно, что происходит с рублем, на помощь приходит... Нет, не доллар. Призвание. Духовным странам духовная валюта. Извините, а сколько в призвании вон те кроссовки стоят? А здесь такое не катит. А у меня еще служение в кошельке завалялось. Можно служением ЖКХ оплатить? Нет, только рублями. Вы уверены? А вот новый министр образования Беларуси думает иначе. Учитель не должен обращать внимание на свою зарплату, поскольку профессия учителя является призванием. Знакомая риторика, правда? Только вот у нас Медведев, а у них Иванец. Фамилии разные, идеи те же. Братские народы, что поделаешь. Из серии ожидания. Учитель или врач получает достойную зарплату и может сосредоточиться на своей работе, а не волноваться, что его сыну не в чем идти на урок физкультуры. Реальность. Бюджетники должны засунуть свой язык. Сами знаете куда? Входит. И не заикаться о финансах. Ну, потому что у них призвание. Господи, у меня такое ощущение, что я снова и снова обсуждаю одну и ту же новость. Но нет. Это всего лишь новые и новые политики из одной и той же методички очередной параграф зачитывают. Теперь вон даже соседям по партии дают списать. Главное, ни слова в слово. По учителям и по преподавателям это призвание. Мам, я хочу в лагерь. Я работаю за идею. Мам, а на экскурсию деньги дашь? Я работаю за идею. Мам, мне таблетки надо купить. Но ты работаешь за идею. Поэтому просто напишу письмо Деду Морозу. Дорогой дедушка, дай мне, пожалуйста, нормальных родителей без призвания. Я не экстремист. Мне бы очень хотелось, чтобы министры, политики, депутаты, чиновники всех мастей и размеров наконец-то перестали прибедняться. Пора уже полюбить себя. Надоели эти разговоры про высокое призвание бюджетников. Давайте уже признаем. Политика это служение. Какие такие зарплаты? Неужели главные патриоты страны не готовы работать просто за идею? Безвозмездно так сказать. Без ухода, без дно. Слышь, гадом. Опять же, совсем недавно в реестр традиционных российских ценностей внесли приоритет духовного над материальным. Ну так вперед, подайте пример. К сожалению, на всю страну не хватит тех самых настоящих учителей и врачей, готовых не обращать внимания на зарплату. Я работаю за идею. Таких специалистов требуются сотни тысяч. А вот Госдума, совсем другое дело. Что, в России по всем городам и селам не наберется 450 патриотов, готовых служить за мрот? Странненько. А как же любовь к родине, защита государственных интересов и прочие высокие материи? Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников. В чем может быть засада? Если мы сейчас возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, сказал Путин. Ой, как неприятненько получилось. Вот детей учить или лечить за идею? Это норм. Тут квалифицированные кадры найдутся. Что? Аттестат с одними тройками? Гов-педвуз! Или хотя знаешь, лучше в медицинский попытайся. А в думе сидеть? Не, только за денежку. Иначе убегут. А как же любовь к родине? Приоритет духовного над материальным? Мы реестр для кого составляли? Или это только для плебса? Ну, как с образованием детей. О, проклятый Запад! Наша страна впереди планеты всей. Почему мои дети в Англии учатся? Просто. А вот работали бы в условной думе за идею. Ну, как обычным гражданам практически по расписанию советуют. Возможно, и спортсмены бы наши после Олимпиады не в политику дружными рядами шагали, конституцию, которую они не читали, менять. А фитнесом шли заниматься. Ну, или в школу. Учитель физкультуры. Хотя нет, туда только с призванием. А вот в Думу за баблосиками. Неожиданное включение Павла из будущего. Если вам вдруг мало одного ролика в неделю от меня, то переходите по ссылке в описании в мой инстаграм. Там вас уже ждет новое видео. Обсудим очередную серию марлезонского балета. Девятилетний психолог в МГУ. Следующая информация предоставлена важными историями. Дамы из гугла, ваш выход. Важные истории вмесены Минюстом РФ в реестр смены агентов. И Transparency International Россия. Дамы из гугла, вернитесь, пожалуйста. Transparency International Россия внесен Минюстом РФ в реестр НКО и на агентов. Поэтому к этим данным нужно подходить с изрядной долей скепсиса. Вот лично я вообще не сомневаюсь, что наш министр просвещения Сергей Кравцов живет, ну, буквально в шалаше. И своей спиной подпирает разваливающуюся школу в селе Дрища-Копытинск. Сергей Кравцов, в 2015 году возглавлявший Рособранадзор, вместе с супругой задекларировал 5 квартир общей площадью более 300 квадратных метров и дачный дом размером 73 квадратных метра. В 2016 году семья продала 2 квартиры, оставив во владении 3 квартиры и загородный дом. В результате семья была признана нуждающейся в помощи, так как формально Кравцов ухудшил свое жилищное положение. Понимаете, тут семья нуждающаяся, а потом эти зажравшиеся педагоги без призвания, но с желанием заработать. Идите в бизнес уже, бесите просто. Жалуются на свои зарплаты. Алло, у нас министр нуждающийся. Не звони сюда больше. В том же году политик якобы получил от государства жилищную субсидию в размере 16,6 миллиона рублей. А еще через 4 года министр купил 2 жилых помещения площадью 213 и 45 квадратных метров. Вот если бы Сергей работал в школе, по призванию, тогда возможно подобные субсидии и вызвали бы вопросы. Не волнуйтесь, генпрокуратура уже сказала, что все пучком. Но так как он министр и ценный кадр, его нужно материально поддерживать, а то за границу сбежит. Или того хуже, в частной компании лыжного стрит. А мы этого ой как не хотим. Кто нам еще про служение с призванием рассказывать будет? Ну, разве что его коллега из Беларуси. При этом с начала года в многолетней очереди за жильем все еще стоят 248 ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечают важные истории. То есть, вся наша великая держава не сумела потянуть 248 квартир для ветеранов, о которых у нас просто по расписанию рассказывают по ТВ. Многие из них умирают, так и не дождавшись новоселья. Например, в феврале умер 94-летний Вагаршак Хачатрян. Московские власти более 10 лет отказывали ему в улучшении жилищных условий. Из-за того, что его квартира на 40 квадратных сантиметров превышала необходимый минимум для получения отдельного жилья. Давайте из каждого утюга твердить о победе в войне. Давайте. Давайте специальный урок по изучению Великой Отечественной войны введем. Давайте. Давайте бороться с врагами государства, отрицающие роль нашей страны в победе. Давайте. Давайте дадим ветеранам квартиру. Не, у него квартира на 40 сантиметров больше нормы. О, уро, уважение. Какой можно сделать вывод? Россияне, белорусы, прочие сочувствующие, запасайтесь призванием. Эта валюта никогда не потеряет свои ценности. Ура! Несчастных успешных менеджеров приходится буквально деньгами засыпать, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие призвания. Но вы держитесь. Всего хорошего, счастья, здоровья, улыбок. Чего там принято желать? И все же попытайтесь в магазине призвание на кусок мыла обменять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!